Черниговский скит Скит Троица-Сергиевой лавры в трех километрах к востоку от лавры, на северном берегу Восточного залива Верхнего скитского пруда, на противоположном берегу располагался Гефсиманский скит, от которого до наших дней дошла лишь ограда с башенками и к которому в XIX веке он был приписан. Гефсиманский скит, в свою очередь, был приписан к лавре. На 2014 год на территории бывшего Гефсиманского скита располагается военная часть 51-105, а также училище. История Гефсиманский скит был основан в 1843-1844 годах. Уже в 1845 на месте будущего Черниговского скита в Исаковской роще появляются деревянные кельи монахов Гефсиманского скита, склонных к особенно строгому уединению. В 1847 году известный московский юродивый Филипп Пушка, одно время живший при лавре, переселяется в Исаковскую рощу. Именно этот год обычно называют датой основания Черниговского скита. Просив разрешения на копание погребка, Филипп Пушка начинает строить себе подземную келью наподобие пещер Киева-Печорской лавры. Пещеры сооружались до 1851 года, пока не стали включать в себя пещерный храм во имя бесплотных сил, бревенчатую полуземлянку. Верхняя часть, которая выступала над землей, имела окна и была завершена фигурной кровлей и подземные ходы с маленькими пещерками. 27 сентября 1851 года митрополит Филарет осветил подземную церковь в честь архистратига Михаила и прочих бесплотных сил. В 1852 году в пещерную церковь Александра Григорьевна Филипповой была пожертвована икона Черниговской Божьей Матери. По молитве пред этой иконой в 1869 году была исцелена парализованная крестьянка, после чего икона ее явила более ста чудес и исцелений. По названию иконы скит в 1890-е годы получил свое имя. В том же 1852 году в скит приходит Василий Ильич Меркулов, в 1857 году он становится послушником, а в 1866 году принимает монашеский посрик под именем Варнава. Он приобретает широкую известность к нему за советом и благословением. Приходят паломники со всей России. В январе 1905 года его посетил Николай II. Варнава умер 17 февраля 1906 года. В 1995 году канонизирован. В 1856-1857 годах строится надпещерная деревянная церковь. Во имя преподобных Антония Феодосия Печорских и святого Василия Парийского, расширяется пещерная церковь. Но наиболее активное строительство в скиту ведется в последние десятилетия XIX века. В 1921 году скит был закрыт. Братья переведена в Гефсиманский скит, закрытый в 1924 году. На территории Черниговского скита размещалась тюрьма, позже интернаты для инвалидов и склады. В 1990 году скит был возрожден как приписанный к лавре мужской монастырь. Однако по состоянию на 2007 год большую часть скита занимает интернат для детей-инвалидов. В скиту в 2006 году проживало 25 насельников. К 2009 году их число сократилось до 10. На территории скита находятся могилы Константина Леонтьева и Василия Розанова. Архитектура. Композиционным центром архитектурного ансамбля скита служит Черниговский храм. Под ним помещается пещерная церковь, построенная в 1851-1856-1857 годах. Сооружается просторная трапезная пещерного храма со сводчатым потолком. Так что первоначальная церковь 1851 года превращается в алтарь. Пещерная церковь к настоящему времени полностью восстановлена. Решение о строительстве нового уже каменного надпещерного храма вместо обветшавшей деревянной церкви было принято в 1886. Автором проекта и руководителем работ утвержден архитектор Н. Султанов. В Черниговский храм был завершен в 1889. В 1893 состоялось освящение главного престола. Отделка завершена лишь в 1897 году. Примечательно, что весь период строительства пещерная церковь оставалась действующей. В Черниговском храме по состоянию на 2007 год ведутся восстановительные работы. Южный килийный корпус построен между 1861-1865 годом. В 1870 достроен второй этаж. После строительства в 1889 году вдоль западной ограды двухэтажного трапезного корпуса все новые сооружения в скиту выдерживаются в псевдорусском стиле. В стилевом единстве с Черниговским храмом в 1894 году строится ограда скита, а в 1895 году А. А. Лотковом напротив восточного фасада Черниговского храма возводится пятиярусная колокольня. По высоте почти равная Лаврской, в 1904 вдоль восточной ограды сооружается килийный корпус. Продолжение следует...